У Бога, в Евангелии от Иоанна, глава 10, у Бога всегда есть изобилие, доступное для Его детей. Это Богом установленное время для высвобождения Его изобилия, потому что из-за изобилия откровений, и я знаю, у вас есть много других откровений, которые приходят к вам на этой неделе, потому что из-за изобилия откровений и изобилия расположения Бога к вам сейчас. Итак, Господь готов высвободить Своё изобилие, и изобилие доступно. Когда вы говорите об изобилии в Иоанна 10, когда вы говорите об изобилии, вы думаете о больше, чем достаточно. Правильно? Вы думаете о переливании, о переливании через край. Вы думаете о том, что нет больше никаких ограничений. Вы думаете, что нет больше никаких преград, когда думаете об изобилии. Сейчас, вообще-то, Господь... Одна или две девушки хотели, чтобы я прочитал одну книгу, и случилось так, что у меня была такая книга в моей библиотеке, и я прочёл немного из той книги, и в одной главе оказалось откровение, которое Господь дал, и Господь хотел, чтобы я учил о том, что деньги приходят. И, вообще-то, это был принцип изобилия. Принцип изобилия. И Господь хотел, чтобы я начал проповедовать телу Христа о понимании принципа изобилия, и как высвободить помазание изобилия. И мы с вами говорили об этом ранее, об этом принципе изобилия, об этом переливании через край, без каких-либо ограничений, и которые доступны для нас. И я хочу дать шесть или семь пунктов, как получить это изобилие, которое Бог уже дал. В Евангелии от Иоанна, глава 10, очень известное местописание. Я хочу прочитать его вам, и еще два-три других местописания. И затем мы остановимся на главных базисных местах Писания. Кто-нибудь есть здесь? Я могу слышать то, как вы слушаете. Я могу слушать то, как вы слушаете. В Евангелии от Иоанна, 10, стих 10. Я буду читать из расширенного перевода Библии. Вор вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы они имели, они имели и наслаждались жизнью, и имели ее в изобилии в полной мере до переливания. В полной мере. Вот что обозначает изобилие. В полной мере до переливания. И заметьте, что Иоанн говорит здесь о наслаждении жизнью. И вообще-то вы не можете наслаждаться жизнью, пока вы не уходите в аспекте завета финансовой свободы. Вы можете все время говорить о радости в духе, о дарах, но если у вас нет денег, ваша радость закончится очень скоро. Поэтому, когда мы говорим об изобилии, мы говорим о большем, чем достаточно. Мы не говорим об оплате счетов. Мы не говорим сейчас о том, что делает профсоюз своими переговорами, чтобы поднять вашу зарплату. Мы говорим сейчас о безграничном количестве. Мы говорим сейчас о сверхъестественном обеспечении. Мы говорим о том, когда нет никаких границ. Мы не говорим о том, чтобы иметь только то, что вам хочется. И я слышал, что пастор вам сказал вчера до моего ухода. И мы должны понять это. Я покажу вам это двумя путями. Вы не можете быть эгоистично богатыми. И эти деньги, о которых мы сейчас говорим, они не только для вас. Вспомните, что Бог сказал Аврааму в 12 главе Бытия? Бог сказал ему, что он хочет благословить его, но кроме того, он велел Аврааму что-то делать. Бог сказал ему, что он хочет, чтобы Авраам был благословением для земли. И вы знаете о блудном сыне? И этот блудный сын, младший сын, в 15 главе Луки, хотел получить от отца то, что ему причиталось. И, конечно же, отец дал ему, и спустя какое-то время, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил все, что имел на самого себя, и потерпел крах, и выглядел хуже всех. И поэтому некоторые люди не понимают этого. Мы часто хотим только для себя. Нашу одежду, нашу обувь, и все такое подобное. Но в сравнении с тем, что Бог хочет дать нам, это все такое мизерное, как для Микки Мауса. Вы можете иметь значительно больше, но вы должны поменять свои приоритеты. Господь может дать вам изобилие, но вы можете оставить его и забыть о его славе и его доброте. И неважно, какое откровение вы знаете, неважно, насколько вы думаете, вы помазаны, но если Дух Божий высвобождает определенные вещи для вас, вы должны сделать себе установку, насколько я могу смириться, чтобы не уйти. И еще, это очень важно, сколько вы удерживаете в себе того, что вы услышали на этой неделе, насколько вы смирились. Этот мудный сын не мог удержать. Вы видите, он не мог удержать этого, потому что он уже не был в сфере влияния своего отца. Вы можете подумать, что вы не хотите больше того, чтобы я был вашим пастором, когда у вас появятся ваши деньги. Вы можете закрыть свое сердце, вы можете не захотеть разговаривать со своим соседом. Вы можете подумать, что вам не нужно больше склоняться на колени. Тогда вы попадете под другую противоположность, старшего сына. Будучи молодым баптистским пастором, я проповедовал о младшем сыне, но не замечал старшего сына. Тот старший сын вообще не понимал, что ему принадлежало изобилие все то время. Пока младший сын не потратил все и не вернулся, и только тогда отец ему сказал, «Все, что есть у меня, — твое». И некоторые из нас говорили, и в настоящее время есть некоторые конфессии, которые не верят в то, что изобилие принадлежит каждому. Вы должны знать, что вы должны побеждать в любой ситуации. Я не хочу брать то, что принадлежит вам для получения изобилия. Вам не нужно брать мое. Вам не нужно завидовать тому, что у меня есть. Потому что чье имя на всем этом? Ваше имя на вашем. Вашем благословении. И ваше благословение принадлежит вам, а не мне. Любой в этом здании сегодня вечером может стать миллионером, миллиардером сегодня же. Потому что Господь уже установил для каждого из нас, чтобы мы были богаты. И не надо никого расталкивать, грызться с другими. Все могут выиграть. Посмотрите на своего соседа и скажите, «Все могут выиграть». Скажите ему, «Я хочу, чтобы ты добился этого». Оглянитесь сегодня и увидите это, как идет переливание через край. Здесь говорится о переливании через край. В Евангелии от Иоанна 10.10. Лучше я еще раз прочту, «Чтобы наполнить ее до переливания». И это и есть тот аспект, когда вы думаете об изобилии. Я хочу, чтобы вы думали об этом. Давайте обратимся к Ефесянам, глава 3. И я хочу прочитать этот двадцатый стих из расширенного перевода Библии. «Отому, кто в результате действия своей силы, которая в нас способен исполнить его намерение, и обратите внимание на это, сделать суперизобильно, сверх того, что мы смеем просить или помыслить, бесконечно выше наших молитв, намерений, мыслей, надежд или мечтаний». Здесь говорится об изобилии. Вы знаете, что здесь говорится об изобилии, не так ли? А теперь откройте Вторую Коринфянам. Второе Коринфянам, глава 9. «Слава Богу!» Я сказал «Слава Богу!» Откройте свой дух. Я не говорю к вашим ушам сегодня. Я говорю к вашему внутреннему человеку. Вы должны получить откровение, и это откровение, в котором вы будете ходить, обеспечить вас всем. Ходите в этом. Во Втором Коринфянам, глава 9, стих 8, я все еще считаю с расширенного перевода. Но я хочу, чтобы вы видели все эти стихи, которые я вам прочитал. Я на 10.10. Я хочу, чтобы вы видели и Фессианам 3.20, а тому, кто действующим нас силой, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. И обратите внимание здесь, во Втором Коринфянам, главе 9, стих 8. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, как звучит изобилие. Я хожу в изобилии, переливании через край, в большем чем достаточно, без каких-либо лимитов, неважно, сколько у меня есть. Перестаньте считать. Я перестал считать. Я знаю, что у меня достаточно, и я делаю, что хочу, и благословляю того, кого хочу. И Бог способен обогатить вас всякую благодатью, 8 стих, всяким покровительством и земным благословением, приходящим к вам в изобилии. Вам лучше услышать меня. Послушайте, что говорится в этом стихе. И Бог способен обогатить вас всякую благодатью, всяким покровительством и всяким земным благословением, приходящим к вам в изобилии. Приди, Господь Иисус, приди! Господь не только способен сделать это, но Он и хочет сделать это, но я должен добавить что-то, но и намерен сделать это, если вы сойдете с того пути, который ограничивает вас, держит вас в каких-то рамках, Он способен сделать так, что изобилие придет к вам. Он хочет, чтобы изобилие пришло к вам. Он уже обеспечил изобилие для вас. Больше, чем достаточно. Итак, здесь говорится, «И Бог способен обогатить вас всякую благодатью, всяким покровительством и земным благословением, приходящим к вам в изобилии, так, чтобы вы всегда и при всех обстоятельствах могли иметь все необходимое для самодостаточности, о-о-о-о, Господь, чтобы не нуждаться ни в какой помощи или поддержке и давать в изобилии на всякое доброе дело и благотворительное даяние. Кто-нибудь может прокричать «Аллилуйя» здесь? Он способен сделать это? И это время для Божьей благости быть с теми, кто голоден и жаждет праведности, желают увидеть Божьи дела в этом царстве. Это время, чтобы вы несли это изобилие. Это время для вас иметь больше, чем достаточно. Это время для вас, чтобы выбраться из долгов. Это время для вас, чтобы вы вытащили кого-нибудь из долгов. Вам нужно увидеть, что принципы изобилия — это основополагающие истины о изобилии, того, что Господь хочет, чтобы мы были в изобилии. Тогда помазание изобилия сойдет на вас, и изобилие начнет прилипляться к вам. Вам не нужно стараться получить изобилие. Изобилие будет искать вас, когда есть определенная атмосфера в вашем здании, когда есть определенная атмосфера в вашем доме. Когда есть определенная атмосфера в вашей машине, и когда есть определенная атмосфера на улице, когда вы будете идти по ней. И я верю всем моим сердцем, и не важно, сколько мест Писания я прочту сегодня, я чувствую, что Святой Дух сходит на меня сейчас. Всем своим сердцем я верю, что многие из вас получат то помазание изобилия. И благость этого изобилия сегодня находится на вас, и обстоятельства начнут меняться. Я доверяю Духу Святому. Скажите это. Сколько из вас доверяют Святому Духу? Хорошо, давайте доверять Ему. Откройте. Откройте Первое Тимофея. О, Господь! Сегодня будет хороший вечер. Я чувствую присутствие Божье. Вы знаете, Он хочет, чтобы я учил сегодня вас тому, что вы должны много еще узнать. Но я чувствую, что пари и ребят это особенно нужно. Аллилуйя! Не бойтесь больше быть разбитыми. Аллилуйя! Не заботьтесь о том, как ваши счета будут оплачены. Не бойтесь того, что вы уйдете раньше на пенсию. Посмотрите на Первое Тимофея 6.17, потому что я хочу, чтобы это достучалось до вашего разума. И затем вы увидите это в вашем духе. Первое Тимофея 6.17. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и не уповали на богатство неверное, но на Бога Живого. Хочу, чтобы вы обратили внимание на последнее утверждение, дающего нам все обильно для наслаждения. Если вы не наслаждаетесь жизнью, то вы не в Божьей воле. Если вы сражаетесь, постарайтесь вернуться туда, откуда вы сошли с пути воли Божьей. Вы знаете, мой сын, мой средний сын, у меня три сына. Так вот, мой средний сын закончил образовательное учреждение в 2000 году. Он получил похвальные грамоты. И Бог призвал его вчера ночью стать служителем, пока он спал. Господь проговорил к нему. Знаете, у нас была вечеринка прошлой ночью. И мне не пришлось говорить сыну, что можем позволить и чего не можем позволить. Вы следите за тем, что я говорю? Я просто сказал, пусть будет вечеринка. Вечеринка. Бери все, что нужно. Не ограничивай себя. Вот как вы должны наслаждаться. А сейчас давайте посмотрим расширенный перевод. А что касается богатых в этом мире, увещевая их, чтобы не были гордыми и высокомерными и презрительными и не возлагали свои надежды на неверное богатство, но на Бога. А теперь послушайте внимательно. который щедро и непрерывно запишите это слово «непрерывно». Когда вы начинаете, когда вы попадаете в правильное место, когда вы попадаете в правильное понимание, когда вы идете в правильном помазании, непрерывность начинается в вашей жизни. Бог начинает изливать благословение в вашу жизнь непрерывно и продолжительно. Здесь вы в определенном месте. И скажите своему телу, что вы получаете от Бога определенное наслаждение, что сейчас определенное помазание сходит от Бога, и затем непрерывность начинается. Оно начинает изливаться. Непрерывно. Без остановок. Почему вы спите, когда кто-то хочет до вас достучаться? Который щедро и непрерывно снабжает нас всем для нашего наслаждения. Второе параллельпоменон. Откройте в Библии сейчас. Второе параллельпоменон, 20 глава. Бог — это Бог изобилия. Не Бог — недостатка. Я сказал, что Он не Бог — недостатка. Что-то с вами сегодня произойдет. Вы знаете, я не преувеличиваю. Я проповедую уже более 25 лет, и когда я говорю, что что-то произойдет, это происходит. Я просто пытаюсь сказать, чтобы вы не переживали. Просто у меня есть что-то, о чем вы должны услышать. Слава Богу! О, мой Бог! Какая вкусняшка! Хорошо, давайте обратимся к второму параллельпоменону, 20-25. И пришел Иосифат, и народ его забирать с добычу. И нашли у них сколько? Сколько? Заметьте это слово «во множестве» и имущества, и одежды, и драгоценные вещи. Заметьте, что изобилие — это столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу. Так велика была она. Вы понимаете это? А сейчас, позвольте мне прочитать вам несколько вещей помимо этого. Никаких ограничений, никаких преград, а только хождение в переливание. Скажите, хождение в переливании, а потом подумайте над тем, что чаша моя преисполнена. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. А сейчас я скажу то, что вы должны услышать. Мы должны быть сознательными по поводу изобилия и преуспевания. Или должны позволить недостатку стать краеугольным камнем нашей жизни. Поэтому я сегодня хочу, чтобы вы стали по поводу изобилия сознательными. Или, другими словами, начать ходить в изобилии осознанно. Потому что достаточно для всех. И вместо сознания недостатка, вы должны ходить в сознание изобилия. Знаете тот факт, что для вас и всех, кто вокруг вас, есть больше, чем достаточно? Сознание изобилия. Вы готовы к этому? Потому что у вас должно быть это. Изобилие не приходит к вам. Изобилие исходит из вас. Пока вы не примете это откровение, что изобилие уже находится внутри вас, изобилие не придет к вам. Изобилие должно быть привлечено к вам тем изобилием, которое уже внутри вас. И вы должны понять... Вы слышите меня? И вы должны понять, что материальные вещи — это не есть изобилие. Я есть изобилие. Почему? Потому что у вас есть изобилие, живущее внутри вас. И когда вы начинаете доверять, и когда вы перестаете заставлять, чтобы это произошло, и позволите этому произойти, и позволите этому случиться, и поймете своим внутренним сознанием, кто вы есть, и что изобилие уже было дано вам, тогда изобилие будет прилюбляться к вам. А теперь давайте поговорим о том, как избавиться от нищенского мышления, как избавиться от нищенского менталитета. начните благодарить с Бога за то, что у вас уже есть. Начните считать свои благословения. Начните замечать то, куда Господь уже вас привел. Начните замечать то, что Бог уже сделал для вас. То, что вы даже не видели, потому что смотрели в другую сторону. Просто остановитесь и начните прославлять Его, благодарить Его за то, что у вас уже есть. Послушайте, послушайте меня. Вот способ, как избавиться от нищенского менталитета. Начните благодарить с Бога за то, что у вас уже есть. Если у вас есть три галстука, и один из них — хороший галстук, возьмите хороший галстук, воскликните и прославьте Бога. Если одна часть вашего дома плохо обставлена, идите в другую часть дома, которая хорошо обставлена, и прославляйте Его там. И когда вы начнете видеть, потому что Бог вытащил многих из нас, многих из нас по сравнению с тем, где мы были, мы уже богаты по сравнению с тем, что у нас было и что у нас есть сейчас. Вы слышите меня? Наблюдайте за тем, чтобы вы были верны в том, что у вас есть. Наблюдайте за тем, чтобы вы были благодарны за то, что у вас есть, за то, что Бог уже дал вам. Вам лучше начать кричать об этом. Вы знаете. Вы знаете. Я уже не тот баптист, которым когда-то был. Он вытащил меня из этого. Вы знаете, что он вас вытащил. Вы знаете, что у вас сегодня есть вещи, которых раньше не было. Вы слышали о том, что у вас будет то, чего раньше никогда не было. Кто-то среди вас ездит сейчас на такой хорошей машине, на которой никогда не ездил в своей жизни. Вы приехали сюда на это собрание на такой машине, на которой никогда не ездили ранее. Как вы думаете, кто все это дал вам? Кто-то из вас живет сейчас в таких домах, в которых даже никогда не думал, что будет жить. Как вы думаете, кто поместил вас в этот дом? Кто-то из вас спит сейчас на матрасе, на котором вы никогда не спали ранее. Он проседает, когда вы на него ложитесь. Кто, как вы думаете, принес этот матрас в ваш дом? Вы сами для себя что-нибудь сделали? Я говорю, что это Господь все для вас сделал. Поэтому восклицайте и радуйтесь об этом. Смотрите, дьявол приходит. Послушайте меня. Дьявол приходит и пытается сделать так, чтобы вы думали, что те долги — это место, куда вы уже приехали. И все, что он хочет, — это, чтобы вы не радовались и не славили Бога за то, что у вас уже есть. Есть много миллионеров в этом здании сегодня вечером. У вас внутри достаточно слова. Я говорю вам, есть много миллионеров в этом здании сегодня вечером. Присаживайтесь. Разве Библия не говорит, что Царство Божие внутри вас? Послушайте. Послушайте это. Мне нужно найти что-то для вас. Есть определение изобилия. Это абсолютно никаких лимитов. Никаких связывающих обстоятельств. Нет недостатка. Но есть богатство и процветание. Сейчас. Я хочу вам показать кое-что. Я понимаю, дорогие, так много всего, что нам нужно, особенно женщинам, начинают плакать. Пусть плачут. Это же женщины. Женщины — это не парни. Сейчас я хочу поделиться с вами тем, как вы можете быть стойкими в изобилии. Я хочу вам показать, как сохранить стойкость, потому что ваша стойкость не придет сама по себе. Посмотрите. Я думаю, вы с этим согласитесь. Мы выросли в среде, которая делает акцент на нехватке. Больше, чем на изобилии. И сложно справиться с тем прошлым. О чем говорили в вашем доме, когда вы были маленьким ребенком? О чем говорится в школе, в образовательной системе? Они ни о чем не говорили, кроме как о нехватке денег. Там учат, что вам нужна хорошая работа, затем нужно получить продвижение, ну и вы знаете. Нас не учат. Номер два. Нас не учат, что изобилие на самом деле доступно для каждого. И его настолько много, что хватит на всех. Вы понимаете это в вашем сознании? Вы должны знать об этом. Потому что, глядя на других, например, кто-то проезжает мимо вас на Мерседесе, вы не будете завидовать, потому что вы знаете, что достаточно изобилия. И все, что вам нужно делать, это радоваться. Но есть еще кое-что. Лень. Вы видите это в 24 главе Евангелия от Матфея. Ленивый. Просто не ленитесь. Люди не хотят брать ответственность за свою бедность в их жизни. Они хотят, чтобы Крафф Лодоллер это сделал, Маркос Бишоп, Джона Ван Дини, Джерри Савейл, или еще кто-то, Кеннет Коплан, кто-то другой был ответственен. Но вы сами должны взять ответственность. Затем стоять в изобилии для кого-то станет легче. И вы встречаете тех, кто выступает против завета, когда мы начинаем проповедовать, что Бог хочет, чтобы у вас было больше, чем достаточно. Те, кто не хотят меняться, выступят против послания с критикой, со словами «Я не хочу говорить об этом. Давайте вернемся к тому, кто помазан». И есть другие, кто хочет слышать сострадание, жалость и симпатию в свой адрес от других. Они не готовы сами. Они хотят жалости. Они хотят, чтобы их жалели. Перестаньте рассказывать таким людям грустные истории. Не говорите им ничего. Пусть Бог делает это. И тот, кто так думает, даже христиане думают, «Я недостоин». Вы не верите, что вы достойны? Но я должен сказать вам, что никто не достоин. А как же насчет царства? Как же насчет завета? Как же насчет тех потерянных душ, которые должны услышать Евангелие? На самом деле вы достойны? И это все равно принадлежит вам? Есть такие люди, которые комфортно испытывают нужду. И они на самом деле не знают, что значит жить изобильной жизнью. «Я доволен», — говорят они. «О, хорошо. Как вас зовут?» «Я возьму это». Давайте вернемся к Матфея, 13 глава. Сейчас каждый должен согласиться с этим. Я дам вам три ключа, которые откроют изобилие в вашей жизни, как никогда ранее. Вы готовы, народ? Не противьтесь изобилию. Вам нужно привлечь изобилие. И я скажу вам, вам нужно сжаждать изобилия. И когда вы начнете сжаждать изобилия, тогда изобилие начнет искать вас. А сейчас... Боже, у меня так много всего, что нужно сказать. Спасибо тебе, Господь. Скажите все, «Спасибо тебе, Господь». А теперь, чтобы стало понятно, принципы изобилия не могут продолжительно работать в вас, если вы не будете ценить тем семенем изобилия, которое у вас уже есть. Вы понимаете это? Начинайте ценить, перестаньте плакать, перестаньте жаловаться, и начните замечать то, что Бог уже дал вам. И танцуйте, и благодарите за это. И показывайте свое восхищение от того, что Бог может сделать больше для вас. И когда вы будете это делать, когда будете это делать, это начнет привлекать больше изобилия. Вы понимаете это? У вас, у большинства из вас уже есть изобилие в некоторых сферах вашей жизни? Большинство из вас? В сравнении, что у нас было. Я помню, как мне приходилось ставить тазик в доме, когда шел дождь. Я помню газеты, наклеенные на стены, они сохраняли от задувания ветра. Когда я был маленький, у нас были две крохотные комнаты, и мы использовали воду, которая текла с крыши. Это было странно, но я пил ее. Холод по ночам. И если вам захотелось в туалет, то вы не шли в другую комнату. Вам приходилось выйти на улицу. Матфея, глава 13. Стих 9. Я буду говорить об изобилии. Мы говорим с вами о принципах изобилия. Мы говорим о помазании изобилия. Есть определенные вещи, которые вы должны знать, чтобы ходить в помазании изобилия. Стих 9 говорит, «Кто имеет уже слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Иисус отвечал. Он сказал им в ответ, «Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». А сейчас обратите внимание на стих 12. Обратите внимание на стих 12. «Ибо кто имеет...» Здесь имеется в виду тот, кто имеет понимание, и мы позже это увидим. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». Обратите внимание на то, что здесь говорится. «И тому дано будет и приумножится». Что? Изобилие. Вы видели это? Я хочу прочитать все вместе. Я хочу прочитать все вместе. «Ибо кто имеет...» Я хочу, чтобы вы знали, что здесь речь идет о понимании. О каком понимании? О понимании того, что по праву принадлежит вам. Что вы имеете право делать. Что вы имеете право иметь. Оу, хорошая новость. «Ибо кто имеет...» Стих 12. «Тому дано будет». И что у него будет больше изобилия. Правильно? «А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет». Теперь вам надо быстро вернуться к тому, что мы читали, и чтобы видеть неразрывную связь, что мы прочитали в послании. Иоанна 10.10. Потому что в этом послании, Иоанна 10.10, вы увидите три принципа сверхизобилия. Библия говорит, что вор пришел для чего? Чтобы украсть, лишить изобилия. Потому что Иисус сказал, что «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели ее в большом изобилии». И у нас нет правильного понимания, а вместо этого настоящее невежество и посредственное мышление. И даже, мои братья и сестры, посредственное образование, вы будете оставаться разбитыми, пока вы не начнете видеть себя помазанным человеком, и не начнете понимать, что Бог хочет использовать вас как сосуд, как проводник, пока не начнете понимать, что Бог хочет, чтобы у вас было больше, чем достаточно, и понимать, что Бог хочет явить себя сильно в этом земном царстве через вашу жизнь. Вы слушаете меня? Вы знаете, о чем говорится в этом стихе? «Ибо кто имеет, тому дано будет больше изобилия, а кто не имеет, не имеет что? Кто не имеет правильного понимания, тогда приходит вор и крадет у вас, разрушает, обманывает и делает определенные вещи, чтобы держать вас подальше от изобильной жизни». Он не хочет, чтобы вы жили изобильной жизнью. Я знаю, как ходить в изобилии. Я знаю. Я имею в виду, что, Боже мой, даже если вы отвезете меня в джунгли, то я стану богатым до того времени, как вы вернетесь обратно. Да, это так. Я стану богатым до того времени, как вы вернетесь обратно. Даже если на улице оставите, я все равно буду богатым. Я хочу, чтобы вы поняли, есть определенная черта, через которую вам нужно прорваться. И когда вы прорвете этот барьер изнутри, тогда вас накроет снаружи. Вы должны понимать до глубины вашего сердца, что вы богаты. Вы должны осознавать внутри себя, что у вас стандарты миллионера. Вы должны прийти к этому, и тогда враг не сможет больше украсть у вас. Сколько из вас живут лучше, чем жили раньше? Кто вытащил вас из этого? Вы следите за мной? Вы слушаете меня? Это учение, которое я вам проповедую сегодня, упускается в пятницу вечером. Это принципы изобилия. Что нет лимита. Нет никаких оков. Все это доступно для вас сегодня вечером. И все, что вам нужно сделать, это приготовиться принимать. Потому что вместе с этим словом приходит Дух Святой. И Он уберет все это неправильное мышление на этом месте. Поверьте мне, это так же верно, как меня зовут Лерой. Я видел, как он делал это. Я видел, как он делал это в Лас-Вегасе. Я видел, как он делал это в Чикаго. Я видел, как он это делал в Нью-Йорке. Я видел, как он это делал в Индиане. Я видел, как он это делал в Луизиане. И сейчас это происходит, пока мы ходим в этом слове. Подобно этому, что-то похожее здесь. Бам! И это уже происходит. И вы знаете, что я много хожу, когда проповедую, чтобы проверить, какая здесь атмосфера. И я сегодня ощущаю присутствие Божье здесь. И Библия говорит, там, где нет Духа Господня, там смерть. И помазание проносится здесь, по всему залу сегодня. И оно сделает явно для вас все. И уберет то, что удерживало вас. И все, что вам остается делать, это принимать то, что уже принадлежит вам. Скажите своему соседу, я получаю мое. Аллилуйя! Я сказал, аллилуйя! Это прямо сшибает с ног. Оно приходит сюда. Я собираюсь посвятить свое время тому, чтобы позволить ему прийти. Вы знаете, мои проповеди дошли до русских, но все происходит не так, как я предполагал. Но это уже не я буду напрягаться, но Дух Святой пусть работает. И я хочу, чтобы они уделили особое внимание тому, как двигаться в этом. Вы знаете уже, в чем двигаться, не так ли? Двигаться в определенных вещах, о которых было сказано здесь, чтобы принести Его славу, чтобы принести Его силу. Аллилуйя! Да, слава Богу! Я сказал, слава Богу! Если вы не можете сказать слава Богу, то вставайте и убирайтесь отсюда. Дух Святой сейчас здесь. Скажите, слава Богу! Разве вы не скажете, как это замечательно? Аллилуйя! Слава Богу! Я хожу здесь, как пьяный! Аллилуйя! Слава! Я сказал, слава! Почему мне все это нравится? Так это потому, что вы понимаете, что здесь происходит. Вы не можете дождаться этой следующей встречи с Ним. И когда Он приходит, я радуюсь. Аллилуйя! Бог убирает с кого-то бремя и разрушает какое-то ермо. Все это сейчас делает помазание. Я сказал, помазание делает это. Я еще задержу вас на несколько минут здесь. Держитесь! Безумие на ваших местах удерживайте! Вау! Подождите немного! Мне еще надо кое-что сказать вам и кое-что отметить. Итак, давайте вернемся. Быстро! Он говорит в стихе 12. «Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится». Что? Изобилие. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят. «И слышат, не слышат, и не разумеют». Я хочу, чтобы вы пробудили свое понимание, пробудили свой слух и пробудили свое зрение. Вы видите, что Дух Святой хочет приумножить то, что у вас уже есть, потому что Он хочет, чтобы вы видели, что Он уже дал вам. Когда вы увидите то, что Он уже дал вам, Он сможет вести вас дальше. Это хорошо. Это хорошо. Стих 14. «Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и что? И не увидите». В Духе Святом есть понимание об изобилии. В Духе Святом есть понимание о переливании через край. В Духе Святом есть понимание о том, что нет никаких лимитов. И это должно выйти наружу из вашего внутреннего человека, из вашего духа. То, что есть в вашем духе, должно быть вокруг вас. Посмотрите, это не плоское понимание. Когда ваш внутренний человек начнет главенствовать в вашем духе, он начнет управлять всем остальным. Он возьмет верх над нуждой. Он возьмет верх над недостатком. Он возьмет верх над «вы не можете иметь это» или «не можете иметь то». Ваш внутренний человек начинает говорить, что вы можете иметь все, что захотите. Вы можете иметь, что хотите. Вы можете жить, где захотите. Вы можете ездить, на чем захотите. Вы можете одевать то, что захотите. Вы можете выписать чек и дать его, кому захотите сегодня же, смотря на вашего внутреннего человека. Вы чувствуете это? Это то, что я хочу, чтобы вы поняли, сыновья. Не укладывается в голове, да? Вы смотрите перед собой, но все равно не укладывается. Посмотрите на это. Она не хочет смотреть на меня, она смотрит перед собой. Она все равно в вас не уложится, вы просто под впечатлением. Давайте продолжим. Стих 15. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои замкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вы слышите меня? Сейчас я хочу, чтобы вы увидели здесь три вещи, до того, как вы войдете в изобилие. Вы должны это увидеть. Вам нужно это слушать, об этом изобилии, постоянно. И затем вам нужно понять это. Посмотрите на следующий стих. «Ваши же блаженные очи, в силе процветания, благословенны ваши же очи, и уши ваши, что слышат». А теперь послушайте 17 стих. Послушайте это. «Ибо истинно говорим, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите». Почему? Это можно видеть в духе. Вы рождены от Духа Божьего и не видели. Вы можете видеть те вещи, которые Авраам не мог видеть, Иов не мог видеть, а вы знаете так много. У них не было того, что есть у вас. Им было только обещано. А у вас эти обетования внутри. И вы рождены от Духа Божьего. И вы связаны. Связаны с небесами. И у вас есть небесная связь. Хотя бывают и давления на ваши жизни, но вы там. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Иисус сказал, «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Я слышал пару минут назад, как они пели о том, что мы родились свыше. Это значит, что у нас природа, образ и характеристики Бога, живущего внутри нас. Это значит, все, что принадлежит Богу, мое. Это значит, что Бог Небесный Отец, мой папочка. Библия говорит, «Господня земля, и что наполняет ее?» «Все серебро, все золото, все руды в горах принадлежат Ему. И если все это принадлежит моему папочке, и я в его семье, и я могу видеть, и я могу слышать, и я могу понимать, я скажу им, Господь, слушайте меня очень внимательно, я скажу вам кое-что. Вы знаете, я могу делать то, что я могу. Я простой деревенский парень, я делаю то, что могу. Я не великий проповедник, но я слышал, как он сказал следующее, «Ты во мне». Я услышал это. Ты во мне. И я еще кое-что слышал, глубже, чем когда-либо. Слышал, или видел, или мечтал ранее. Прямо там. Прямо там. Я говорю вам сегодня. И я говорю вам сегодня, что прямо здесь вы в нем. Я слышал, как Святой Дух сказал это. Я просто повторил то, что Он сказал. Это то, это то, чем я живу последние 25 лет. Я просто сказал то, что Он велел мне говорить. Он сказал, скажи им прямо сейчас, вы во мне. И Он сказал, я доставлю вас в места, о которых вы даже не мечтали. Глаза не видели. И уши не слышали того. И не было того даже на сердце у человека, что приготовил Бог любящим его. Но Дух Святой проявляется в этой церкви сегодня, чтобы доставить вас в такие места, которых вы никогда раньше не видели. И чтобы вы могли увидеть вещи, которых вы не видели раньше. Вы сможете услышать то, о чем вы никогда не слышали раньше. Вы сможете понимать то, что вы никогда не понимали раньше. Вы сможете следовать в такие места, где вы не были раньше. Аллилуйя! Аллилуйя! Вам проповедовали на этой неделе? Вы находились в измерении Духа. И сейчас Дух Святой говорит вам о том, чтобы вы не сдавали свои позиции, чтобы вы могли войти во все то, о чем вы слышали на этой неделе. Я слышал, что Святой Дух сказал, «Сейчас!» Вы входите во все то, о чем вы слышали на этой неделе. Во все то, о чем мужья Божьи учили на этой неделе. Входите в это. И теперь ваши глаза могут видеть. Ваши уши могут слышать. И ваше сердце может понимать все так, как вы никогда раньше не понимали. И до того момента, когда вы поймете, начнете видеть благословение, которое вы никогда еще не видели. И вы услышите о цифрах. Услышите о цифрах и числах, которые вы раньше не слышали. Я помню, моя сестра, то, как Господь сказал, «Помазание, которое на тебе, я хочу, чтобы ты сказал моему телу, что Христос здесь». И это слово стало для меня ремой, для меня многие годы тому назад. Господь сказал, «Скажи им, что вы даже не можете помыслить о том, как много я могу дать вам». Вы слышали меня? Я говорю вам, что Бог хочет, чтобы вы знали, мои братья. Вы даже не можете представить того, как много Он может дать. Кто-нибудь воскликнет здесь? У кого-то здесь есть мечта? У кого здесь есть мечты? У сидящих здесь есть какие-то цели и планы? Господь сказал вам, «Говорю тебе, продолжай мечтать». Он сказал, «Говорю тебе, ты не можешь даже представить, насколько много я могу дать. скажите, я не буду разбит ни одного дня в моей жизни. Деньги ищут меня. Я денежный магнит». Я так счастлив, что могу проповедовать это. Айлуйя! Идите по верному пути и приготовьтесь. Я чувствую Его присутствие. Мне было сказано, что Он поразит. Готовы ли вы к тому, что Он поразит вас? Давайте откроем Библию и немного почитаем филиппийцам. У вас есть? Вы уверены, что получаете это? Если так, то бегите туда. Только смотрите, никого не снесите. Аллилуйя! Есть помазание, и я попытаюсь объяснить вам, что я имею в виду под хорошей церковью. Церковь такой природы. Церковь, которая хорошо научена. Люди, лидеры хорошо научены. И вы можете сказать то, чего вы не можете сказать в маленькой церкви Микки Мауса, куда люди приходят просто поиграться. Но когда видите это помазание, даяние приходит вместе с этим посланием. Я не хочу касаться этого сейчас. Это займет много времени. Я не хочу говорить об этом. Но когда я начинаю проповедовать, помазание начинает касаться, и люди с радостью дают, потому что в Библии написано, «Ибо доброохотно дающего любит Бог». Наблюдая за тем, как вы даете, я говорил вам, что вы можете взять власть над тем, чтобы давать, и взять власть над тем, чтобы получать. Нет никакого недостатка в деньгах. Говорю вам прямо сейчас, что деньги здесь. Я бы не говорил так о том, что у меня нет никакой нехватки, если бы не видел того, как Господь обеспечивает меня. Мы не беспокоимся. Он на самом деле может справиться с любой нуждой, потому что у нас есть послание к филиппинцам 4.19. Бог мой! Да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом. Я собираюсь еще прочесть. Давайте со мной. Матфея 13, 16-17. «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали, что деньги приходят». Они не слышали это. Иеремия не слышал этого. Авраам не слышал этого. И Иезекия тоже. Даже Иоанн Креститель. А вы слышали это? «Деньги приходят ко мне сейчас». У вас есть пророческое слово от самого всемогущего Бога. Для этого поколение, ни одно поколение не имело такого слова. Это слово для этого поколения. И в этом слове есть сила, чтобы вы имели деньги, и это заявление осуществилось. «Деньги приходят ко мне в процессе. Деньги приходят все это время. Замы никогда не закрываются. Вам надо запомнить это правило? Я имею в виду, мы проходим этот путь. Вы вдохновлены Агницем. Покажите вашу радость, хотя большие препятствия могут вставать на пути. А Господь сказал нам, что Агниц уже принадлежит нам, поэтому нам не важно, кто против нас сражается. Они не смогут устоять против нас, потому что Господь наш уже вышвырнул их. Посмотрите на кого-нибудь и скажите, «Изобилие принадлежит мне?» Я принимаю это сегодня. Я буду говорить об изобилии. Я увижу изобилие. Я буду слышать изобилие. Мои дни сражения закончились. Подождите немного, подождите немного. Я хочу воспользоваться этим. Сегодня я отправляюсь в мое местное изобилие. Сегодняшний вечер, мой вечер. Вы видите? Послушайте меня, братья и сестры. Какие-то проповедники не понимают меня. Они не понимают, как все это глубоко. Но они не понимают, что помазания продолжают изливаться через то, что я говорю. Вам не нужно быть такими глубокими. Какие-то проповедники меня особо не могут впечатлить, потому что причина, по которой люди могут так сильно быть благословлены, это через помазание. Вы можете взять одно местописание с помазанием или сотни стихов без помазания. И это будет лишь хорошая лекция ей. Но когда слава Божья изливается, как здесь, тогда сила Божья приходит, как здесь, и она здесь сейчас. И я верю Богу. Он создает и изменяет что-то, и переделывает что-то в вашей жизни. О чем вы его когда-то просили, и вы получаете это в вашем окружении, и в вашей атмосфере. То, что может произойти прямо сейчас. Я чувствую, что помазание сейчас здесь. Вы здесь, и вы хотите получить ваше, а я хочу получить свое. Вы можете получить это помазание в любое время, когда захотите. И оно набирает обороты, как духовное колесо. Но я знаю, как принимать в духе. Посмотрите на соседа и скажите, я не буду разбит ни в один из дней моей жизни. Скажите, рост и процветание в моем разуме. Аллилуйя! Я сказал, аллилуйя! Аллилуйя! Посмотри на соседа и скажи, сегодня мой вечер. Я прорываюсь. Я иду в мое богатое место. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Посмотрите на кого-нибудь и скажите, за мой дом уплачено! Слава! Слава! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Аллилуйя! 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 Слава! 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 Дайте мне сказать еще что-то, чтобы стало еще жарче. Бог! Это Бог изобилия. Поэтому Библия говорит в послании Филиппийцам 4,19, «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисуса». Поэтому в псалме говорится, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Поэтому в этом же псалме ниже написано, «Ты приготовил предо мною трапезу, не на небесах, ввиду врагов моих». Вот почему этот псалм говорит, «Чаша моя преисполнена». Бог — это Бог изобилия. Бог — это не Бог недостатка. Он Бог изобилия. «И Господь Иисус был, есть и всегда будет Господином изобилия». У меня нет времени снова читать это, но я вспоминаю то, как Иисус испытывал своих учеников, когда им надо было накормить пять тысяч, которые услышали проповедь и затем были в нужде и хотели есть. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус думал масштабами изобилия. И вы тоже должны мыслить, как Иисус. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, как написано в Римлянах 8.11. И Иисус проверил своих учеников. И один из них сказал, «Господь, у нас недостаточно денег, чтобы накормить такое количество людей». Но Иисус уже знал, что Он будет делать. Когда вы действуете в духе изобилия, вы всегда знаете, что случится в конце. И у них там было немного рыбы и немного хлеба на большое количество людей. Но Иисус уже знал, что Он будет делать. Почему? Потому что Он господин изобилия. Он взял этот хлеб в свои руки. И что произошло? Умножение. Ваши руки. Такие же, как руки Иисуса. Потому что вы — тело Христа. Вера — это духовная рука для получения от Бога. Когда вы родились выше, Римлянам 12.3 говорит, что Бог уделил каждому его меру веры. Эта вера в вас может стать причиной того, что вы действуете, определяете, поступаете и получаете, как Иисус. Просто скажите, прямо как Иисус. Почему? Вы — тело Христа. Что вы скажете на это? Истинно, истинно говорю вам. Верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше всех сотворит. Потому что я к Отцу Моему иду. Если Он говорит, если Он говорит, я могу делать то же самое, что Он делал, и даже больше, это значит, что я могу сказать воде, и вода подчинится мне. Я могу сказать рыбам, и рыбы будут слушаться Меня. Проблема была в том, что вы на самом деле не знали, кто вы есть. Но я хочу сегодня, я хочу доставить вас прямо до того места, где вы осознаете, что вы можете видеть все, что Бог видит. Вы можете слышать все, что Бог слышит. Вы можете понимать, как Бог понимает. Вы можете делать такие вещи, вы можете делать такие вещи, что и Иисус делал. Библия говорит, в Марк 11, 23, «Истинно, истинно говорю вам, если кто скажет Горесий, что он скажет? Поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет». Я говорю, деньги приходят ко мне сейчас. Деньги приходят ко мне сейчас. На этот раз, последний раз, это то место, где вы попадаете в цель. Вы попадете в цель на этом месте сегодня вечером. Вы попадете в цель на этом месте сегодня вечером. Вы попадете, и придет этот прорыв. Когда вы потянете этот рычаг, когда вы потянете на этот раз, тогда с этим будет покончено. Я скажу вам, почему вы были в поражении. Потому что раньше вы что-то делали не так, пока вы не пришли сюда. Но теперь это начнет происходить так, что глаза расширятся от удивления. Придут деньги, на которые вы сможете купить не только одни штаны, но многое другое. Сейчас, когда вы потянете в это время, все, что вы слышали на этой неделе, все, что вы слышали прямо сейчас, когда вы потянете, вся слава сегодня, 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 когда вы потянете, сверх естественное покажение долгом, сверх естественное увеличение сверх естественное благоволение будет с вами. Когда вы потянете в это время, что-то произойдет с вами, вы побежите и расскажете кому-нибудь. Когда вы потянете в этот вечер, у вас не будет никакого недостатка, не будет жизни от зарплаты до зарплаты. Возможно, у вас даже нет долларов в кармане сегодня. Когда вы потянете в этот вечер, когда вы потянете в этот уходящий вечер, что-то произойдет с вами. Деньги приходят ко мне сейчас. Кричите! 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 Это послание не о деньгах. Это послание о том, что должно стать правилом, чтобы вам стать доброходно-дающим. Я говорю вам о том, что я вижу в этой церкви и не вижу в других церквях. Я могу сказать об этом в этой церкви, потому что вы понимаете в духе, что это послание не о деньгах. Это послание о том, что вы можете стать частью того, о чем вы слышали. Сейчас я могу видеть. Сейчас я могу слышать. Сейчас я могу понимать. Сейчас я участвую в том, что я вижу. Я участвую в том, что я слышал. Я участвовал в том, что я понял. Давайте, приходите. Я люблю, когда здесь пробки. Я люблю видеть, что яблоку негде упасть. С нами будет все хорошо? Господь с нами сегодня здесь. Вы знаете, я раньше был баптистом. Я сказал, наш Бог благой. Господь благ ко мне. Кому-то еще Господь был благ? Кто-нибудь скажите? Он видел меня в то время, когда я еще себя не видел? Он провел меня? Через много опасностей и испытаний. Вы слышите меня? Сегодня хороший вечер. Давайте просто повеселимся сегодня. Сколько из вас любит Крефла Доллара? Встречите об этом. Встречите об этом. Сколько из вас любит Тефи Доллар? Аллилуйя! Здесь было помазанное освобождение сегодня. Вы видели дела, которые не видели раньше? Вы увидите возможности, которые вы не видели раньше. Вы услышите беседы, которых вы не слышали раньше. Пробки в церкви для даяния. Вы видите, что-то особенное происходит? Пробки в церкви для даяния. Кто-нибудь прокричите это сами. Сейчас я хочу поехать домой. Дайте мне знать, если вы получили что-то сегодня от проповеди. Дайте мне вас услышать. Я хочу вас услышать. Слава! Посмотрите на кого-нибудь и скажите «Слава!» Посмотрите на кого-то и скажите «Аллилуйя!» Посмотрите на кого-нибудь и скажите «Изобилие принадлежит мне!» Я говорю вам «Радуйтесь и ликуйте в этом!» Идите и радуйтесь! Вы знаете, что вам нужно, чтобы все было хорошо в вашем доме. И что за ваш дом уплачено. И все ваши нужды восполнены. Восклицайте об этом! Восклицайте об этом! Восклицайте об этом! Субтитры сделал DimaTorzok